В конце 19 века Лондон потрясла серия жестоких преступлений. Жертвами стали несколько проституток. Полиция так и не смогла выяснить, кто убийца, но сегодня его имя знает каждый – Джек Потрошитель. И если бы не эти события, то спустя сотню лет, возможно, никто бы не увидел этого человека. Ни Джеймс Бонд, ни граф Дракула и даже не Гарри Поттер. Именно Шерлок Холмс – самый популярный литературный персонаж в истории кино и телевидения. Больше двух сотен экранизаций, и хотя бы пару из них видели все. Между Джеком Потрошителем и Шерлоком Холмсом много общего, намного больше, чем вы могли представить. Спойлер, Холмс – это и есть Потрошитель. Почему? Объясню позже. История появления легендарного мастера дедукции захватывает. Она захватывает не меньше, чем любой из рассказов с его участием. И на самом деле история появления Холмса намного больше, чем сам Холмс. В этом видео вас ждет настоящий детектив. Я расскажу подробности нескольких реальных преступлений, благодаря которым появились несколько вымышленных детективов, и в первую очередь Шерлок Холмс. Окей, давайте сразу забежим немного вперед. Есть множество причин, почему персонаж Холмса до сих пор мега популярен. Но одна из них – подход к информации. Шерлока отличает неустанная тяга к получению новых знаний с акцентом на практическое применение. Для 19 века это было почти вызывающе, для 20-го – экспериментально, для 21-го – в самую точку. Холмс – это не пять лет в универе. Холмс – это практически эффективные курсы на протяжении всей жизни. В 21 веке Шерлок мог бы стать, например, дата-сайентистом. Познакомиться с этой профессией можете и вы на бесплатном курсе по дата-сайенс от образовательной платформы Нетология. Если коротко, то дата-сайенс – это работа с данными. Звучит как что-то исключительно про цифры. Но на деле это по-настоящему творческая профессия. Специалисты по дата-сайенс нужны везде, где есть современные технологии, начиная от беспилотных автомобилей и заканчивая приложением для замены лиц в телефоне. На бесплатном курсе от Нетологии вам простым языком расскажут о дата-сайенс, нейросетях, искусственном интеллекте и других популярных современных явлениях. Вы разберетесь в направлениях работы с данными, навыках и инструментах, выполните реальную задачу специалиста и узнаете, что нужно для старта в данной сфере. Возможно, вы поймете, что работа с данными не для вас. И это окей. Нетология предлагает бесплатные вводные курсы по разным актуальным профессиям. А на полном курсе вас ждет емкое интенсивное обучение без воды и лишней информации. Команда Нетологии поможет на всех этапах обучения и в том числе с трудоустройством. А если по какой-то причине курс не подойдет, можно вернуть деньги или перевестись на другой. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране, чтобы зарегистрироваться на бесплатный курс от Нетологии, Data Science – будущее для каждого. А по промокоду логинов у вас будет скидка 45% на платные онлайн-курсы от Нетологии. 1802 год. На корабле, пересекающем Ла-Манш, среди прочих пассажиров, 40-летняя Мария Гросхольц. Она едет в Лондон вместе со своим сыном и багажом внушительных размеров. Мария впоследствии станет известна на весь мир как Мадам Тюссо, создатель самого популярного музея восковых фигур. Но тогда, в 1802-м, она лишь начинает свой путь к успеху. Одним из самых популярных экспонатов лондонской выставки Мадам Тюссо были восковые головы и фигуры известных британских убийц. В качестве дополнения прикладывались какие-то интересные детали с места преступления или личные вещи убийцы. Лондонская публика рассматривала эти экспонаты с большим интересом. Во многом, именно благодаря этому Мадам Тюссо и построила свою карьеру. Интерес зрителей и читателей к преступлениям и в первую очередь к убийствам стали замечать и успешно на нем зарабатывать в начале 19 века. Именно тогда криминальные истории становятся настоящим развлечением. Одним из ярких примеров этого феномена стали так называемые Редклифские убийства. Уопинг – жилой район в восточной части Лондона. В начале 19 века там жили моряки, кораблестроители и ремонтники. Все те, кто служил на соседних верфях. Обстановка там была небезопасная. Корабли грабили, в порт прибывали иностранцы со всего мира, а один из уголков района был назван доком висельников. Там казнили пиратов. 7 декабря 1811 года. Молодая семья Мар занимает дом номер 29 на Редклиф-Хайвей, расположенный неподалеку от лондонских доков. Тимати, глава семейства, продает ткани. Суббота – день зарплаты и посетителей больше, чем в другие дни, поэтому он задерживается в лавке. Его жена, 22-летняя Селия, со своим трехмесячным сыном сидит в квартире, расположенной в том же доме над лавкой. У семьи Маров есть подручный 13-летний мальчик и служанка по имени Маргарет. Ближе к полуночи хозяин Тимати посылает служанку за устрицами для позднего семейного ужина. Окей, уверен, многие думают – полночь, ужин, устрицы. Что? Поясняю. Во-первых, устрицы тогда еще не были лакшери едой. Во-вторых, промышленная революция еще не загнала всех график с 9 до 5. Люди спали и бодрствовали по-другому. Этим, судя по всему, и объясняется столь поздний ужин. Итак, в полночь служанка Маргарет с трудом находит открытую лавку и даже успевает забежать к булочнику. В 20 минут первого она возвращается в дом Маров и обнаруживает его запертым. Маргарет колотит в дверь. В это время мимо проходит ночной стражник. Они начинают стучать вместе. Вскоре к ним присоединяется сосед. Мужчина перелезает через ограду, отделявшую его сад от сада Маров и видит, что задняя дверь дома открыта. Зайти в дом невозможно, так как узкий проход оказывается полностью залит кровью. Тимоти Мар, его жена, сын и подручный были жестоко убиты. Вполне логичным в такой ситуации было бы положиться на полицию, но в Британии к тому моменту ее просто не существовало. По крайней мере в привычном для нас виде. Давайте на секунду отвлечемся от леденящей истории для того, чтобы понять ее лучше. К началу 19 века в Британии жители городских районов сами нанимали себя охрану. Были патрулировавшие улицу Констебли с дубинкой. Причем функция дубинки была скорее декоративной, а не практической. Что-то вроде современного жетона. Также существовали ночные стражники для патрулирования улиц после захода солнца. Выглядели эти ночные стражники как типичные охранники из супермаркета, не самые подтянутые мужчины в возрасте. Угнаться за преступниками они могли не всегда, да еще и брали взятки. Возможно, именно поэтому отношение к ночным стражникам было ироничным. В итоге полноценную государственную полицию создадут, но произойдет это только через пару десятилетий после Редклифских убийств. А теперь давайте вернемся в ту роковую ночь 1811-го. После того, как в доме Маров обнаружили кровавую баню, на место прибывает Чарльз Хортон, представитель одной из частных полицейских организаций. Хортон ограничивается лишь тем, что изымает окровавленный плотницкий молот, предполагаемое орудие убийства. Остальные улики никто не изучает. Только спустя несколько дней следователи замечают инициалы на предмете убийства – JP. Начинают искать свидетелей, но безуспешно. Когда за информацию предлагают вознаграждение, появляется женщина, утверждающая, что на ее постоялом дворе останавливался некий Джон Питерсон. Инициалы подходящие – JP. Вот только сам Питерсон в тот момент был в море. Однако другой постоялец по имени Джон Уильямс также имел доступ к инструменту. Схватить подозреваемого полиция не успевает. Спустя всего 12 дней после Редклифского убийства неподалеку происходит новое жестокое преступление. Джон и Элизабет Уильямсон владели небольшой таверной. Декабрьским поздним вечером в 11 часов они закрываются. Чита и их служанка отходят ко сну. Через короткое время тишину улицы нарушают мужские крики «Убийство, убийство!». Это голос Джона Тернера, постояльца Уильямсонов, висящего в этот момент на скрученных простынях из окна своей квартиры. Минутами ранее Тернер, также отходя ко сну, услышал, как кто-то барабанит в дверь таверны. Затем вопли служанки и предсмертный стон хозяина. Выйдя из своей комнаты, Тернер увидел фигуру, склонившуюся над неподвижным телом хозяйки таверны. Он кинулся обратно и, скрутив простыни, начал спускаться по ним из окна, выкрикивая те самые «Убийство, убийство!». В ту страшную ночь Тернер не был единственным, кому повезло выжить. Удивительным образом, 14-летняя внучка Уильямсонов проспала всю ночь в своей комнате и осталась живой и невредимой. Скорее всего, благодаря висящему на простынях Тернеру, испугавшему своими криками преступника. Эти два случая, поражающие своей жестокостью и произошедшие в такой короткий срок вызвали волну паники среди лондонцев. Многие вышли из небольших поселений, где каждый знал своих соседей. В большом портовом городе с многочисленными темными улицами их ждали опасности и угрозы. Многие стали понимать, что одних оконных ставней и дверных замков уже недостаточно. Власти хотели как можно скорее расправиться с убийцей и успокоить публику. Того самого Джона Уильямса посадили в тюрьму, где он в итоге повесился. Власти тут же объявили, что таким образом убийца сам признался в преступлении, иначе зачем ему веситься, если он не виноват. И хотя по-настоящему весомых доказательств виновности Уильямса не было, разбираться никто не стал. Чтобы успокоить население, его труп продемонстрировали на улицах и закопали на перекрестке. Но, пожалуй, самым интересным моментом в истории этих преступлений стала народная реакция. Когда только произошло первое преступление, толпы людей буквально хлынули в дом маров. Народ с интересом рассматривал тела жертв. И если бы в тот момент уже существовали детективы, они не смогли бы изучить место преступления, так как зеваки просто растоптали все возможные улики. Тут надо упомянуть, что в 19 веке люди намного спокойнее относились к виду трупа. Сегодня мы привыкли рожать, лечиться и умирать в больницах. 200 лет назад люди делали все то же самое, но у себя дома. Вид покойника мало кого шокировал. Если посетить место преступления не было возможности, все подробности можно было узнать из прессы. Убийство на Редклифской дороге в какой-то степени стало первой современной медиа-сенсацией. Появился и новый вид журналистики – репортажи о произошедших убийствах с освещением самых скандальных и чудовищных фактов. Начиная с этого момента, убийство становится одним из главных развлечений Британии. После преступлений на Редклифской дороге следующей сенсацией становится так называемое элстрийское убийство. Октябрь 1823. Джон Фертелл приглашает Уильяма Уира в коттедж своего знакомого выпить и поиграть в карты. Джон устраивает боксерские матчи на ставки. Уильям Уир вращался с ним в одних кругах. Реальной целью приглашения была крупная сумма денег, которую Уильям имел при себе. Фертелл с соучастниками убили Уильяма Уира. Дальнейшие действия приятелей можно считать одним из самых неуплюжих преступлений в истории. Подельники сначала выбросили тело в пруд рядом с домом. Решив, что это все же не самое удачное место, они выловили тело несчастного Уильяма обратно. Убийцы перенесли тело и бросили его в другой пруд подальше. Затем приятели вернулись в коттедж, где пели песни и ели свинные отбивные до рассвета. Элстрийское убийство стало сенсацией. Оно легло в основу произведений многих писателей, в том числе Диккенса. Газетные репортажи раскрывали все больше и больше подробностей. Читателям хотелось деталей. Но газетами британцы не ограничились. По местам преступлений начались массовые шествия, а наиболее предприимчивые граждане даже организовали специальный туристический маршрут. Когда кредиторы пустили с молотка вещи, находившиеся в том самом коттедже, их чуть ли не вырывали из рук. Главную роль в подогревании интереса публики к убийствам сыграл так называемый новостной листок. Это простейший и самый дешевый вариант газеты, где вся информация напечатана буквально на одной стороне листа. И здесь важно сказать о том, кто читал подобные листки. Несмотря на низкий уровень жизни, жители городов в большинстве своем были образованы и умели читать. Но поскольку книги себе мог позволить не каждый, новостные листки становились не только источником информации, но и формой развлечения. Иногда описание преступления сопровождалось жуткими иллюстрациями. Преступник, жертва, фонтаны крови. Некоторые преступления вызывали такой интерес, что выход листка по их мотивам чем-то напоминал выход современного голливудского блокбастера. Поначалу информация о преступлении занимала четверть страницы, вроде небольшого очерка. Это такой тизер. Затем делался более подробный отчет на полстраницы с описанием самых ужасных деталей преступления. Это такой трейлер. Самый большой выпуск выходил в день казни виновника. Это было специальное издание, содержащее все известные к тому моменту детали убийства. Это сам фильм. И бонусом к новостному листку шел репортаж с места казни. Это такие материалы со съемочной площадки и интервью с актерами. К середине 19 века в Британии становится популярным вид развлечений под названием «Страсти за пенни». Всего за пенни читатель получал незамысловатую, но увлекательную историю о вымышленных преступлениях и таинственных событиях. Подобная литература стоила в сто раз меньше, чем полноценная книга с романом, но «Страсти за пенни» развлекали, и этого было достаточно. Сюжеты чаще всего происходили на тонущих кораблях, замках с привидениями или в тюремных камерах. Именно тогда родилась типичная фраза начала истории «Стояла темная ненастная ночь». И все в таком духе. И, конечно же, история должна была быть по-настоящему жуткой и кровавой. Один из издателей, поучая авторов, любил повторять фразу «И больше крови. Как можно больше крови». В 1842 году происходит важное событие. В Лондонской полиции учреждается отдел расследования преступлений. Это сыскное отделение, в котором детективы, одетые в штатское, должны были делать то, чего до этого не делала профессиональная полиция. Внимание, раскрывать преступления. Спустя семь лет произошло то, что ярко продемонстрировало их возможности. 1849 год. В Лондоне бушует эпидемия холеры. К сентябрю жертвами стали более 10 тысяч человек. Однако все внимание приковано к делу, ставшему известным как «Бермандийский кошмар». Мари рассчитывает выйти замуж за некоего О'Коннера, мужчину куда богаче и старше ее самой. Он был не против их романа, но жениться не предлагал. Тогда Мария переключается на Фредерика Мэнинга, жениха существенно менее завидного. Тем временем О'Коннер продолжает отношения с Марией и мужчины соперничают за ее внимание. После свадьбы О'Коннера можно было нередко застать в доме Мэнингов. В одно из таких посещений О'Коннер пропадает. Супружеская пара застрелила мужчину, после чего они окунают тело в известь для ускорения разложения и зарывают его под плитами пола на собственной кухне. Далее супруги разделяются. Фредерик Мэнинг едет с пиватцем в Джерси. Мария проникает в дом О'Коннера, крадет ценные бумаги и, прихватив не только деньги покойника, но и собственного мужа, садится на поезд до Эдинбурга. Лондонская полиция быстро задержала четы убийц, что укрепило их престиж. Газета Таймс написала свыше 70 статей о деле Мэнингов, в том числе репортажи из зала суда. Особый интерес вызывала личность женщины-преступницы. Мария не только совершила убийство и кражу, но еще и обманывала мужа. Многие репортеры особенно отмечали несвойственное женщине поведение Марии, холодную сдержанность и самообладание. Казнь обоих убийц была настоящим событием. Насладиться зрелищем пришли 30 тысяч человек. Публичные казни напоминали чем-то современные футбольные матчи. В толпе обязательно ходили разносчики еды и напитков, были предусмотрены платные места, видимо, с лучшим видом. Владельцы домов поблизости продавали места в окнах с видом на виселицу. Причем казни посещал не только простой народ, но и представители среднего класса и даже аристократии. Перед казнью продавались особые листки с подробностями, как современные программки в театре. Когда публика рассаживалась или занимала свободные места, начиналось представление. Все происходило по одному и тому же плану. Восхождение преступника – последняя речь в казни. Причем разогретая толпа часто в предвкушении гадала, с какой попытки удастся вздернуть преступника. Среди многочисленной толпы пришедшей поглазеть на казнь Читы Меннингов был молодой писатель. Он планировал насладиться зрелищем. Однако увиденное настолько его отвратило, что он превратился в ярого противника публичных казней. Молодым писателем был Чарльз Диккенс. В середине 19 века Диккенс популяризировал деятельность лондонской полиции в своих статьях. В то время созданное сыскное отделение приветствовалось далеко не всеми. Сотрудников многие считали шпионами. Диккенс же, наоборот, относился к их деятельности с большим интересом и уважением. Именно Диккенс в своем романе «Холодный дом» по сути создал первого полноценного литературного сыщика. И нет, это не Шерлок Холмс. Обещаю, про него мы поговорим совсем скоро. Но для того, чтобы в полной мере понять, как и почему появился знаменитый литературный персонаж, необходимо еще немного предыстории. А сейчас я хочу ненадолго отвлечься от 19 века. Давайте честно, это было давно, и людей тогда волновали совсем другие проблемы. За последние полгода жизнь многих из нас сильно изменилась. В ней стало значительно больше страха, тревоги и неопределенности. Сохранять ментальное здоровье в 2022-м – это челлендж. Можно пытаться игнорировать, можно гадать на картах или вызывать духов. 150 лет назад, кстати, именно так и делали. Однако есть намного более эффективный метод – обратиться к психотерапевту. И да, я понимаю, сказать проще, чем сделать. Где найти хорошего специалиста? Как и о чем с ним разговаривать? Сколько это стоит? Куча вопросов и сомнений. В этой ситуации я обратился к сервису Ясно. С его помощью начать сессии с психотерапевтом можно просто и быстро. Не пришлось никуда ездить и кого-то искать. Я скачал приложение Ясно. Сервис помог мне выбрать опытного специалиста в соответствии с запросами, которые мне хотелось проработать и обсудить. Дальше я выбрал удобное время. И уже на следующий день состоялась моя первая встреча с психотерапевтом. И уже первая сессия позволила мне по-новому взглянуть на проблемы, которые волновали меня долгое время. Стоимость сессии – 2850 рублей. Это дешевле, чем офлайн-психотерапевты, а еще вы экономите время на дорогу. Пользоваться сервисом можно в любой точке мира. Ссылку на сервис Ясно я оставлю в описании. Там же вас ждет промокод логинов. По нему вы получите 20% скидку на первую консультацию при регистрации. В начале 19 века все самые громкие преступления происходили далеко от высших слоев общества. Жители богатых районов, казалось, прочно защищены от всякого рода преступлений. Они не становились жертвами и уж тем более участниками убийства. Однако ужасные преступления постепенно начали проникать и в высшие слои общества. Сначала посредством литературы громкие события развили читательскую тягу к жутким криминальным историям. Затем через реальные случаи убийства. Преступления в высших кругах общества в первую очередь отличались методами. Аристократы редко совершали кровожадное убийство. Совсем другое дело убийство при помощи яда. И в первую очередь мышьяка. Мышьяк активно применяли в хозяйстве. Обычно его использовали для травли крыс. Однако у него была и другая интересная функция. В середине 19 века был дико модным ярко-зеленый цвет обоев для дома. Для сохранения яркости тона использовали тот самый мышьяк. В итоге обои в гостиной могли стать причиной серьезного отравления, так как далеко не все были в курсе, что вдыхание мышьяка опасно для здоровья. Мышьяк в те времена мог приобрести каждый желающий и его подмешивали в пищу. Подобный метод убийства зачастую использовали близкие родственники жертвы и его лечащий врач. Именно поэтому отравление мышьяком прозвали предательством домашних. Изменились не только способы убийства, но и мотивы. Самым популярным из них стало страхование жизни. Страховка получила развитие в высших слоях общества и аристократии. Семья умершего получала неплохие деньги. Так у жены, детей и прочей родни появился мотив для убийства своих родственников. Многие полагали, что именно новая отрасль страхования жизни повлекла за собой такое количество отравлений. В какой-то момент парламент даже ограничил страховые выплаты в случае смерти ребенка в возрасте до 3 лет. Однако самый известный отравитель 19 века – Уильям Палмер. Его история особенно ужаснула британцев. Ведь Палмер был не только серийным убийцей, но и лечащим врачом. Палмер изучал химию в Лондоне. Получив докторскую лицензию, он начал заниматься медицинской практикой. Семью же Палмера, казалось, преследуют несчастье. Сначала при загадочных обстоятельствах умерла его теща. Затем все четверо детей. Поначалу это не вызвало подозрений. В те времена детская смертность была очень высокой. Однако, когда умерла 27-летняя жена Палмера, такое количество трагедий в одной семье все же показалось общественности странным. За каждую смерть Палмер получал страховые выплаты. Когда он попытался получить деньги за смерть своего брата, умершего от алкоголизма, вопросы возникли и у страховой компании. В ходе расследования выяснилось, что Палмер сам споил своего брата, и страховая отказала выплате. Чтобы поправить свое финансовое положение, Палмер решил отравить своего приятеля Джозефа Кука. Палмер и Кук оба любили играть на скачках. После крупного выигрыша Кук внезапно почувствовал недомогание. Жили они по соседству, поэтому Палмер активно заботился о своем друге. Правда, с каждым днем тому становилось все хуже. Улучшение наступило, но лишь на короткий период. По загадочному стечению обстоятельств, именно в этот период Палмер был по делам в другом городе. Однако, как только он вернулся, Куку вновь стало плохо. Ему становилось хуже каждый раз после питья, которым его почувал друг, по совместительству лечащий врач. В итоге Кук умер мучительной смертью. Позже выяснилось, что Палмер неоднократно закупался с тряхнином в аптеке. Так как Палмер был врачом жертвы, ему позволили присутствовать при вскрытии. Убийца подкупил сотрудника, который доставлял желудок Кука для исследования. Также Палмер доплатил 10 фунтов за то, чтобы причиной смерти Кука признали естественные причины. Судебный процесс по делу Палмера был назван самым долгим, серьезным и важным уголовным процессом 19 века. Для представителей среднего и высшего класса, убийства, совершенные Палмером, стали настоящим шоком. Оказалось, что их надежные дома и усадьбы перестали давать привычную стабильность. Убийцей мог стать родственник, слуга или лечащий врач. Еще одним интересным моментом судебного процесса стало появление нового типа медицинского эксперта – химико-аналитика. Способность токсикологов определить крохотные частицы яда в проглоченной пище вызывало восхищение журналистов. Они воспроизводили в прессе показания медиков слово в слово, чтобы на следующее утро читатели могли ознакомиться с показаниями, поглощая утренние репортажи за завтраком. 29 июня 1860 года. Усадьба Роуд-Хилл-Хаус была построена в конце 18 века и располагалась в деревне Рот в Уилтшире. В ней проживала семья Кентов. Хозяин дома – Сэмюэл Кент, его вторая жена Мэри, четверо детей от первого брака и трое от второго. С ними также проживали три служанки. Настроения в семье были напряженными. Вторая жена Мэри до этого была гувернанткой у детей. Статус сменился после того, как первая жена предположительно лишилась рассудка. Когда Мэри стала хозяйкой в доме, дети от первого брака перестали получать ту любовь и уважение, к которой привыкли. В тот летний вечер все 12 человек в доме отошли ко сну. Сад-усадьба окружала высокая каменная ограда. Территория дома охранялась спущенной с цепи собакой. Окна и ставни защищали решетки. Казалось, что все проживающие в доме были отрезаны от остального мира и надежно защищены. В ту ночь некто вынес из детской спальни на втором этаже четырехлетнего родного сына Мэри. При этом в комнате с ним спали няня и сестра мальчика, которые ничего не услышали и продолжали спокойно спать. Не проснулись и родители, спавшие в комнате рядом. Некто, неся спящего ребенка на руках, спустился по черной лестнице и прошел к задней части дома. На следующее утро началась паника. Все поняли, что мальчик куда-то пропал. После нескольких часов поисков тело убитого ребенка было обнаружено под полом уборной во дворе. Следствие велось крайне неумело и зашло в тупик. Единственная вменяемая улика, которую удалось найти – испачканный кровью нагрудник. Нагрудник – это предмет туалета, который викторианские женщины носили под корсет. Было решено устроить полицейскую засаду для преступницы, но идея с треском провалилась. Дверь в помещение, где сидели полицейские, предварительно заправившиеся пивом, случайно закрыл хозяин дома. Сам нагрудник в итоге пропал. Официальное следствие ни к чему не привело, поэтому местная община наняла для расследования Джека Уичера. Уичер – член особой команды из восьми детективов Скотланд-Ярда, созданной в начале 40-х. Именно он предположил, что убийцей является 16-летняя Констанс – угрюмая девочка-подросток от первого брака. Она не раз сбегала из дома и жаловалась друзьям на плохое отношение к ней в семье. К сожалению, Уичер не смог доказать свое обвинение, и расследование завершилось безрезультатно. Однако, если официальные власти оставили семью Кента в покое, то общество было настроено продолжать собственное расследование. К делу подключились детективы-любители. Благодаря газетам каждый желающий мог знать все подробности произошедшего в семье Кентов. Детальное описание места действия, стенограмма с допросами – все это давало ощущение мнимой простоты для диванных сыщиков. Всем казалось, что если потратить немного времени, то дело будет раскрыто в один момент. В 19 веке у людей не было интернет-форумов, а потому они слали свои версии в полицию, хотя и не очень ей доверяли. Интересен был и контекст писем. Их авторы, анализируя обстановку внутри семьи Кентов, предполагали лишь самые худшие и грязные конструкции, не доверяли никому и откровенно рылись в чужом белье. Именно тогда родилось убеждение, что за фасадом мирной обеспеченной жизни обязательно кроется что-то невероятно страшное, развратное и жестокое. В итоге 16-летняя Констанс сама призналась в убийстве, что подтвердило теорию детектива Уитчера. Однако репутации полицейских это не помогло. В своих письмах многие британцы упрекали служителей закона в непрофессионализме. Как следствие, в литературе главными героями, виртуозно расследующими преступления, стали частные детективы. Также дело в Роудхилл-хаусе повлекло за собой образ романа детектива, который знает абсолютно каждый. Загородная усадьба, почтенное семейство, убийства, узкий семейный круг подозреваемых с учетом прислуги и сыщик, который вламывается в привычный уклад жизни непонятно откуда и расследует преступление. Примерно тогда в литературе появился так называемый сенсационный роман. Во-первых, сенсационный роман погружал читателей в мир семей среднего и высшего класса. До этого преступления в литературе происходили в жизни социального дна. Теперь же героями стали те слои населения, которые ранее считались слишком благородными, чтобы находиться в самом эпицентре полицейского расследования. Чем кровавее преступление и при этом респектабельнее семья, в которой оно произошло, тем лучше. Во-вторых, сенсационный роман игнорировал все мыслимое приличие. Например, некоторые авторы сделали главными героинями и преступницами женщин. Шок-контент. Задачей сенсационного детектива было ускорить пульс читателя, вызвать в нем шок и ужас, при этом не забывая добавить к истории порог и семейные скандалы. Это было чем-то похоже на современные хорроры и триллеры, только на бумаге и в виде детектива. 1888 год. Лондон потрясает серия жутких убийств. Жертвами становятся несколько проституток. Каждое из преступлений приписывается одному человеку, личность которого так и останется тайной. Изъятие органов, ставшее отличительной особенностью преступлений, наводило на мысль о том, что убийца имеет медицинское образование и опыт вскрытия трупов. В письме, которое получило следствие, было имя, которое убийца дал сам себе. Это имя – Джек Потрошитель. Фигура Потрошителя перешла в литературу почти сразу, как появилась. Повесть Джона Брюера «Проклятие Миттер Сквер» была опубликована в октябре 1888 года, вдохновленная одним из совершенных Потрошителем убийств. Однако интересен другой аспект. Обычно убийца и его преступления совершают переход из реальности в литературу, в наше время из реальности в экранизацию. История Джека Потрошителя, возможно, имела обратный эффект. Литературный Потрошитель, образ ночного медика-убийцы, появился еще до его реального воплощения. В 1886 году Роберт Луис Стивенсон проснулся от ночного кошмара. Вдохновившись увиденными образами, он за три дня написал небольшую повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Главный герой – всеми уважаемый врач с раздвоенным сознанием. Днем он почтенный доктор, занимавший видное место в обществе, ночью он же превращался в темную личность, чудовище и убийцу мистера Хайда. Повесть Стивенсона имела большой успех у читателей. 5 августа 1888 года в Лондонском театре Лицеум состоялась премьера спектакля по данной пьесе. Два дня спустя произошло убийство Марты Тебрэм, первой жертвы Джека Потрошителя. Современному человеку может показаться странным, что какая-то театральная постановка могла вдохновить преступника на убийство. Однако, во-первых, зритель того времени был далеко не так искушен, как мы сегодня, спасибо кино и видеоигры, а во-вторых, данная постановка в театре Лицеум сильно отличалась от других и имела мощное воздействие на зрителя. Актер Ричард Мэнсфилд исполнял обе роли – и почтенного доктора, и убийцу Хайда. Своей игрой он погружал зрительный зал в гробовое молчание. И это при том, что в викторианскую эпоху зрители обычно не сидели в театре молча. Они комментировали происходящее, кричали проклятие, короче, всячески проявляли эмоции. Поэтому, когда зритель на постановке в Лицеуме внезапно затих в безмолвном ужасе, это означало одно – они еще никогда не видели ничего подобного. Дело дошло до того, что в убийствах обвинили самого актера Ричарда Мэнсфилда. Ведь он сам каждый вечер менял облик до неузнаваемости и становился убийцей. Вопрос, кто такой Джек Потрошитель, будоражил общество. Но там, где есть убийца, есть и детектив. Во времена, когда реальность переплеталась с вымыслом, а страх смешивался с неопределенностью, на сцену вышел персонаж, который был готов расставить все по своим местам. Этот персонаж – Шерлок Холмс. Молодой Артур Канан Дойль любил читать детективы. Среди его любимых были рассказы Эдгара Алана По о сыщике Дюпене. В итоге Дойль начал писать сам. Он пробовал себя в разных жанрах – страшные, мистические, о привидениях, даже научную фантастику. Свои истории он отправлял в издание, однако положительного ответа не поступало. Все изменилось, когда молодой автор решил обратиться к детективам. Артур Канан Дойль получил медицинское образование. На создание Шерлока Холмса его вдохновил один из его учителей – доктор Белл. Белл был сильным диагностом и выдающимся судебным медиком. Он пользовался большим авторитетом в своей области, и если королева Виктория совершала визиты в Шотландию, к ней всегда вызывали именно Белла. Сам доктор гордился тем, что с одного взгляда мог определить не только недуг пациента, но и, например, профессию или место жительства. Позднее Белл не без удовольствия говорил, что его считают прототипом Шерлока Холмса. Впервые читатель познакомился с Шерлоком в 1887 году. Повесть «Этюд в багровых тонах» сначала вышла в журнале, годом позже в формате отдельной книги. Именно в то время Джек-Потрошитель наводил ужас на целую нацию. Постепенно, с развитием образа Шерлока в последующих рассказах, он стал перевернутым образом Джека-Потрошителя. Потрошитель непредсказуем, Шерлок рационален. Потрошитель – темная таинственная личность, Шерлок способен объяснить самые запутанные истории. Потрошитель дестабилизирует общество, Холмс сохраняет порядок. Шерлок Холмс стал спасательным кругом для тех, кого одолевал ужас неизвестных, немотивированных убийств Джека-Потрошителя. Пока в реальности полиция терпела провалы в расследовании, Шерлок Холмс в любом деле добивался успеха. Реальный Джек-Потрошитель и вымышленный Шерлок Холмс настолько переплелись в сознании лондонцев, что один из немногих свидетелей, кто видел реального убийцу, был убежден, что на том была шляпа Холмса. Шерлок стал популярен практически моментально, причем настолько, что сам Канан Дойль начал сожалеть о том, что создал персонажа. Но об этом чуть позже. Читатели же выстраивались в очередь в газетный киоск, каждый раз, когда в журнале должна была появиться новая история о Шерлоке Холмсе. Один историк писал, что благодаря Холмсу Канан Дойль был так же популярен, как Королева Виктория. Помимо закрученного сюжета, читателя притягивал характер Шерлока. Типичный социопат. Нет семьи, зато есть тяга к запрещенным веществам и нетрадиционным методам расследования. Например, он может поколотить трупы палкой. Делал это Шерлок исключительно в научных целях, ведь наука – один из главных инструментов самого известного сыщика в истории. В конце 19 века британцы ощущали влияние науки на свою жизнь, как никогда раньше. Фотография стала доступной для масс, электрические лампочки освещали темные улицы, появился рентген. Холмс стал первым детективом из вымышленных или реально существующих, кто использовал химию, токсикологию и баллистику для расследования. Частью работы Шерлока была судебно-медицинская экспертиза. Выдуманный персонаж неожиданно сыграл важную роль в популяризации этой процедуры и превращении ее в отдельную профессию. Вклад Холмса был настолько значимым, что знаменитый французский судебный медик Александр Лакасань, основавший во Франции одну из первых лабораторий судебной экспертизы, рекомендовал своим новым сотрудникам читать рассказы о знаменитом детективе. И здесь нужно добавить еще один важный момент. С 17 века для вскрытия в образовательных целях в основном использовали трупы заключенных. Когда запасы иссякали, докторам приходилось прибегать к услугам сомнительных личностей. Это было нелегально, правда нарушением закона считалось не кража самого трупа, а его одежды. Постепенно использование мертвых людей в образовательных целях легализовали. Тем не менее, в конце 19 века это было почти запретной темой. Церковь и простой народ данную практику не одобряли. И тут появляется персонаж, который вытворяет с трупами черт знает что. На этом инновации Холмса не заканчивались. Его методы исследования места преступления были по-настоящему новаторскими. До этого в литературе никогда не упоминалось, что следователь может собирать волосы на месте преступления, образцы пыли и другие бессмысленные, не имеющие, казалось бы, никакого отношения к следствию, детали. Шерлок Холмс удивительным образом опережал реальную полицию в методах расследования преступлений. Помимо изучения улик на месте, он первым использовал отпечатки пальцев. Полиция пыталась ввести учет преступников с 1871 года. Тогда начали фотографировать бывших заключенных для облегчения опознания. Со временем преступников, выходивших из тюрьмы, обязали оставлять не только фотографии, но и свои особые данные – замеры тела, приметы и отпечатки пальцев. Первое реальное убийство, которое было раскрыто с помощью отпечатка пальца, произошло в 1905 году. Тем временем знаменитый Шерлок Холмс использовал отпечатки как улику двумя годами ранее в одном из рассказов. Кроме того, Шерлок был известен еще как и мастер маскировки. В этом случае Артур Канан-Дойль, возможно, вдохновлялся известным французским сыщиком Эженом Франсуа Видоком. Возможно, вы о нем никогда не слышали, но это человек с удивительной биографией. Видок сам побывал в тюрьме за воровство. В 34 года он решил круто изменить свою жизнь, вступил в ряды полиции и стал охотником на воров. Он основал СЮРТЭ – Парижское подразделение секретных агентов. Там изобрели новые методы для выслеживания преступников, например, введение досье на правонарушителей или искусство маскировки. Видок славился тем, что мог менять свой облик до неузнаваемости и внедриться тем самым в любое общество. Он накладывал на лицо фейковые морщины, чтобы сойти за старика, и надевал парик, чтобы выдать себя за галатного кавалера. Самое главное, по его словам, – это детали. Если сыщик хочет зайти за крестьянина, нельзя забывать про грязь под ногтями и тому подобное. Видок требовал от своих сотрудников держать под рукой целый гардероб из всевозможных шарфов, шляп, париков, чтобы часто менять внешность. Холмс, безусловно, учился у видока, а техника маскировки и внедрения существует у полиции и сегодня. Одним словом, Шерлок Холмс был примером логики, рациональности, инноваций и научного подхода. Его автор в то же время был человеком неоднозначным. Скажем прямо, Артур Конан-Дойль был странным чуваком. В первую очередь я имею в виду его увлечение спиритуализмом. Конан-Дойль выступал с лекциями по этой теме и устраивал сеансы общения с духами. Одним из них был дух по имени Феня, который давал советы по путешествиям. Трустори. Когда знаменитый Гудини продемонстрировал ему один из трюков, развенчивающих спиритуалистов, Дойль ему не поверил и был убежден, что у самого Гудини тоже есть связи с духами. Из этого возникает большой вопрос. Как 26-летнему доктору, имеющему за плечами всего несколько неопубликованных работ, и верившему впоследствии в призраков и фей, удалось создать такого персонажа, как Шерлок Холмс, и сделать это всего за несколько недель? Ответа на данный вопрос до сих пор ни у кого нет. Возможно, он есть у духа Фени, но нам не удалось с ним связаться. Однако мы можем попытаться понять, почему Шерлок является самым популярным литературным персонажем в кино и на телевидении за всю историю. Персонаж Холмса универсален и может приспособиться к любому возрасту и поколению. Он, как супергерой, представляет собой не полностью раскрытого персонажа, а набор интересных черт. Трубка, дедуктивный метод, вечная скука, игра на скрипке, шляпы, плащи и крылатые фразы. Это скорее не персонаж, а функция. Кстати, многое из того, что мы знаем о Шерлоке, мы знаем благодаря кинематографу. Снято свыше 250 фильмов и сериалов с разными версиями Шерлока. Первая экранизация была сделана в 1900 году. То есть, с момента создания известного детектива, каждое поколение могло видеть множество интерпретаций Шерлока, которые и выстроили его образ. Главная ирония заключается в том, что если бы Канан Дойль был писателем получше, то он, возможно, не смог бы создать такого персонажа, как Шерлок Холмс. Сами рассказы для викторианского времени были довольно легким чтением, быстрое захватывающее и держали в напряжении. Это сейчас Холмс классика. А в свое время рассказы Дойля были развлечением, не претендующим на звание серьезной литературы. Это одна из причин популярности и легкости в экранизации. И, конечно, нельзя не упомянуть доктора Ватсона. Он, как летописец подвигов Холмса, стал настоящим прорывом и в детективной литературе. Ватсон, возможно, не так умен, как Холмс. Однако в нем важен эмоциональный интеллект. В этом плане Ватсон играет противоположность Шерлоку. Обычный читатель смотрит на происходящее именно глазами Ватсона. Ватсон – проводник в мир Шерлока и его загадочных интересных приключений. Включение подобной второй фигуры, более человечной, понятной, пусть и не такой гениальной, стало классическим приемом в литературе и кино. Шерлок и Ватсон по отдельности были бы не так интересны. Шерлок был бы просто странным, Ватсон просто скучным. Ватсон изобретение подобного дуэта, безусловно, является одним из величайших вложений Дойля в сторителлин. Журнал «Стренд», в котором выходили истории о Шерлоке Холмсе, ежемесячно предоставлял ему аудиторию в полмиллиона читателей. Однако, несмотря на огромную популярность, в 1893 году Канан Дойль решил покончить с Холмсом. Любимый Британии персонаж погиб в результате падения в водопад в схватке с его заклятым врагом Мориарти. Сам Дойль не испытывал излишних эмоций относительно смерти Шерлока. Убил Холмса. Сухо записал он в своем дневнике. Автор хотел поработать над чем-то более значимым. Ему было 34 года, он хотел быть серьезным писателем и не собирался провести остаток жизни, изобретая и раскрывая выдуманные преступления. Дойль хотел заработать немного денег и взяться за серьезные романы. Популярность Шерлока его не столько радовала, сколько раздражала. Однако писатель сильно недооценил любовь его читателей к персонажу Холмса. Реакция общественности на смерть детектива была не похожа ни на что ранее виденная для вымышленного персонажа. Более 20 тысяч читателей Стрэнд отказались от подписки. Журнал едва уцелел. Вряд ли в 19 веке использовали слово «хейтер», но Артур Канан Дойль точно знал, что это такое. Возмущенная публика начала слать гневные письма писателю. Некоторые фанаты требовали предоставить фотографии детектива в разные периоды его жизни. Особенно наглые требовали автограф. Не Дойля, Шерлока. Писатель был потрясен. Ничего подобного в те времена не было. Слово «фанат» появилось только-только и то по отношению к американским любителям бейсболла. Дойль сдался. Спустя 8 лет он воскресил Холмса в знаменитой «Собаке Баскервиллей». Автор продолжил писать о Холмсе на радость читателям. Свой последний рассказ о детективе он опубликовал в 1927 году. И это было совсем другое время. Перемены последовали во всем мире и в жанре детектива в частности. Главную роль стали играть женщины. В течение 19 века было несколько авторов, которые писали о женщинах-детективах. Кто придумал первую в литературе женщину-ощейку, спорят до сих пор. Но суть не в этом. Суть в том, что романы о сыщиках женского пола не были по-настоящему популярны. И причина проста. Если главную роль в обществе играют мужчины, то и главными героями в книгах читатели хотят видеть именно мужчин. Однако все изменилось сразу после Первой мировой войны. Женщины получили право голосовать и работать в полиции. Литература отреагировала молниеносно. Женщины-детективы заполонили страницы романов. Начался период, который известен как Золотой век детектива. И здесь мы на секунду вернемся в наши дни. Уверен, многие в курсе, что такое True Crime. Это книги, подкасты, документальные фильмы и ролики на YouTube с рассказами о реальных преступлениях. Так вот, если зайти на любой True Crime канал, коих даже в русскоязычном YouTube немало, то обнаружится интересная особенность. Подавляющее количество комментариев под данными роликами написано женщинами. Почему? Потому что подавляющее число зрителей данного контента – женщины. А зародилась эта интересная тенденция почти 100 лет назад. Именно тогда женщины стали главными читателями и главными писателями детективов. Имена знаменитых авторов того времени вам вряд ли что-то скажут. Но одну из них вы знаете точно. Агата Кристи скромно оценивала свои писательские дарования и называла себя трудолюбивым ремесленником о своей книге развлечением. Тем не менее, приключения Мисс Марпл и Эркюля Пуаро пользовались бешеной популярностью у современников и, в общем-то, известны до сих пор. В 1934 году примерно восьмая часть всех издававшихся книг были детективами. Детектив Золотого века всячески избегал той самой сенсационности. У него больше не стояла задача, чтобы читатель ужаснулся. Скорее наоборот. Литературные убийства все чаще происходили среди воспитанных людей в хорошо обставленных домах. Да и сами преступления в романах были очень вегетарианскими. Ни моря крови, ни отрубленных частей тела. Старое доброе насилие осталось в прошлом. Это была своего рода психотерапия. Чтение подобной литературы помогало людям справляться с тем, что происходило в мире. В Европе, не успевшей пережить Первую мировую войну, были слышны раскаты приближающейся Второй. А на страницах новых детективов читателей ждала уютная атмосфера старинных домов, бабули-детективы и разгадывание криминальных головоломок. Возможно, подобные детективы были бы на пике популярности еще не одно десятилетие. Но наступила Вторая мировая. Ужасы войны и затем постепенная либерализация привели к угасанию золотого века детектива. Он стал слишком старомодным, а сюжет расследования как головоломки начинал проигрывать новому типу повествования. Главным соперником детектива стал триллер. Грубо говоря, отличие триллера от детектива можно объяснить так. И там, и там происходят захватывающие вещи. Но читая триллер, задаешься вопросом, что будет дальше, в то время как главный вопрос детектива – что же случилось раньше? Законодателями мод в новом популярном жанре стали американцы. К сороковым годам США утвердилось иное представление о том, какой должна быть криминальная литература. Если британского сыщика отличали учтивость и обходительность, то американского – жесткость и простота. Крутые детективы сначала печатались в бульварных журналах на дешевой бумаге из вторсырья, которые не жалко выбросить. Герой крутого детектива – не полицейский, а частный сыщик, который говорит на своем собственном сленге. Его речь существенно отличалась от героев Агаты Кристи. Сложно представить, чтобы, например, Эркюль Пуаро произнес фразу вроде «Скажи своей тёлке, а пусть гонит бабло». Важным отличием нового американского триллера от «Детектива» стал не только язык персонажей, но и язык повествования. Новые детективы напоминали сценарий для фильма, где сюжет развивался как череда кадров без лишних комментариев и описаний. Такой новаторский подход кардинально отличался от классического британского детектива, где только описание интерьера могло занимать несколько страниц. Постепенно детективный жанр все больше переходил в кинематограф. Детективы, нуар, триллеры и шпионские фильмы. Самым известным автором фильмов про убийства, безусловно, стал Альфред Хичкок. Выросший в благочестивой британской католической семье, он столкнулся с реальными убийствами. Например, однажды по соседству с его домом был найден труп молодой женщины, ставшей жертвой отравления. А в овощную лавку Хичкоков заходила Эдит Томпсон, которую впоследствии приговорили к смерти за убийство мужа. Альфред вдохновлялся подобными историями. В его фильмах убийство играет второстепенную и часто служебную роль. Оно лишь отправная точка для развития истории. Его подход во многом был схож с сенсационными романами 19 века. Сам Хичкок говорил, что его цель – выжать из зрителя максимум страха, ужаса или смеха. Именно Альфред Хичкок позднее заложил основу для популярности такого жанра, как шпионский детектив. Его фильм «К северу через северо-запад» конца 50-х предвосхитил появление самого известного киношпиона Джеймса Бонда. Шпионский детектив на несколько десятилетий стал самым популярным жанром детектива. Во многом еще и потому, что холодная война и шпиономания были на тот момент в самом разгаре. Есть популярное мнение, что насилие в литературе, кино и видеоиграх порождает насилие в реальной жизни. Об этом особенно любят повторять некоторые чиновники и политики после очередного жестокого преступления. Однако история развития детективного жанра наглядно показывает, что массовая культура является лишь реакцией на происходящее в обществе события, а не их причиной. Детектив – всего лишь отражение того мира, в котором он был создан. Один из популярных авторов жанра однажды сказал, «Желая изучать нравы нашей эпохи, историк будущих времен, возможно обратиться не к сборникам официальных документов и статистики, а к детективам». И он был прав. Сегодня мы живем в эпоху тотального проникновения медиа. Современный детектив – это в первую очередь true crime, то есть реальное преступление, направление, которое стало популярно в последние пару десятилетий. Сначала это были книги, затем телепередачи, сегодня Netflix и другие стриминги делают суперпопулярные документальные фильмы. А еще есть подкасты, true crime каналы на YouTube и, конечно же, не будем забывать про следствия вели. Классика. Каким будет детектив будущего – неизвестно, но он точно никуда не исчезнет. Ведь криминальные истории появляются не потому, что их пишут и снимают, а потому, что их читают и смотрят. Классика. 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 Классика.